Тельцы, приветствую вас, мои дорогие! Давайте посмотрим ваш расклад на август месяца. Что вас ожидает в начале, в середине и в конец месяца? И в конце расклада я возьму карта советовая, что вам же высшие силы советуют. Может быть какие-то предупреждения, может что-то нужно остерегаться или что-то нужно обращать внимание. Первая карта для вас на начало месяца, Тельцы, это карта Рыцарь Кубков. Рыцарь Кубков показывает то, что вы в начале месяца должны просто как рыба в воде, плыть по течению, дать себе возможности пойти вот по этим дорогам, которые даже может в этот месяц у вас уже происходить. Пока ничего не спешить, не менять, не дать себе какие-то возможности, что что-то быстро нужно решать вот в август месяца. То, как идет в начале спокойно, тихо, вот вы должны так и идти по этой, вот даже может быть до, может быть я скажу такое, может до 20-го числа, до 20-го августа. Давайте посмотрим следующая карта и что это касается у нас. Это карта Семерка Пентакли. Это взращивание новых идей, новых целей, новых желаний, стремлений. Это может для некоторых касаться те, которые желают забеременеть, мои дорогие женщины. Это может быть исполнением вашей желаний. Это может быть карта показа, что здесь может быть то желание исполняться, которое вы очень долго стремились. Вы очень долго шли к этой желании. Здесь могут быть, я хочу сказать еще то, что по Семерке это постарайтесь одинокие люди, которые не имеют отношения. Здесь могут быть то, что пока вам нужно думать о какие-то финансы, о какие-то работы, а пока вот отношения, как я сказала, до 20-го числа, ничего как-то не спешить. Дать себе возможность понять, что есть какие-то более важные дела, вещи в вашей жизни в начале августа. Давайте посмотрим. Следующая карта в начале месяца. Это карта по жезлу. Мои дорогие, обращайте внимание на ваши сны. На ваши, да, знаете, ваша душа может даже, что только вы говорите, она внутренняя ваша, может интуиция. Нужно прислушиваться вот в начале месяца все, что происходит вокруг вас и рядом с вами. Может, какие-то люди могут какие-то советы вам дать. Может, какие-то предупреждения, но они будут через сны. Но вам все-таки вот август месяц, начало месяца нужно на это как-то обратить внимание. Давайте посмотрим следующая карта на середине месяца. Мои дорогие тельцы, это карта смерти. Карта смерти, завершение старого этапа и начинание новых этапов. Это как показывает то, что у вас идет, да, трансформация. Да, у вас идет по смерти завершение, уничтожение старого и начинание, ну, что-то новое. Но то, что как было раньше, я хочу сказать, что в вашей жизни этого не будет. Потому что высшие силы дают возможность обращать внимание, что у вас идет, да, какой-то новый период в вашей жизни. Давайте посмотрим следующая карта. Следующая карта на середине, мои дорогие. Это шестерка мечей. Знаете, для некоторых могут быть касаться, есть желание куда-то полететь, где-то отдохнуть. Да, и здесь показывает дорога. Здесь может быть какая-то поездка. Для мужчины и женщины, одинокие, здесь показывает, что вы какой-то старый, да, какой-то, знаете, промежуток старый из вашей жизни вы закрыли. У вас идет то, что вы проплываете, да, вы уходите от старых берегов, да, и проплываете к новым. Здесь у вас идет новое начало, да, но все зависит, да, от ваших действий. Все нам высшие силы возможности построить новые дает, да, новый какой-то, знаете, как этап в нашей жизни. Но все-таки стоит обращать внимание и прислушиваться, да, может, есть люди, которые вам могут подсказывать, что вы что-то не доделали или не обращаете внимания. Давайте посмотрим следующая карта, карты спешат. Посмотрим следующая карта на середине для вас. Это семерка кубка. Вот поэтому и говорит здесь Паш, да, у нас это Паш Жезлов. Постарайтесь, да, убрать вот на середине месяца, а уходить от каких-то фантазий, от каких-то мечты, которые они вообще только в вашем голове. Это только для вас они существуют, да, не для кого-то, да, когда вы можете их воплощать в жизни, а только в вашем голове. Здесь просто все-таки постараться, не очень много, да, себе дать какие-то желания, которые они вот здесь именно в августе месяце, ну, исполняться не будут. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца, мои дорогие. Это двойка Пентакля. Двойка Пентакля говорит о том, что вы должны контролировать свой баланс. Здесь может показаться, да, что если вы очень много, очень долго будете мечтать и какие-то фантазии, какие-то иллюзии, то вы можете сами потерять что-то хорошее в жизни. Можете проходить мимо каких-то отношений, какого-то человека или даже, может, работу и финансы. Да, здесь просто нужно быть более контролируемой, более это постараться обращать, да, все, что вокруг вас происходит. В отношении, на работе, но к чему-то я хочу сказать, что если у вас есть желание пока что-то завершить и начать новое, все-таки здесь в этом раскладе говорит о том, что пока не стоит. Все-таки нужно пока держать этот баланс, который есть на сегодняшний день. Давайте посмотрим следующая карта на конец месяца. Это ваша изобилие, это ваша стабильность, это ваше благо. Просто, знаете, эта карта говорит о том, что не нужно сильно высоко поднять нос. Потому что если вы сами вот будете хвастаться, что у вас все хорошо получается, что у вас такие отношения идеальные, что у вас такой любимый человек, что у вас там надо, ну, подарки, то вы сами потом этим будете страдать. Здесь просто вот одно движение неправильно, и вы сами из-за этого будете. Вот если у вас все получается и в отношении, и в работе, и сами как человека, сохраните это для себя. Не нужно это никому ничего не доказывать и не рассказывать. Давайте посмотрим следующая карта, карта совета. Что вам высшие силы советуют, мои дорогие, для вас? Это десятка мечей. Карта, посмотрите, да, как будете себя вести на протяжении всего месяца. Как я еще буду повторять еще раз, уходите от такие ситуации, которые вы даете себе только вот в голове желание, да, помечтать, ну, желать, что исполнится это желание. Потому что если вы не будете обращать внимание, вы будете разочароваться. Разочароваться может быть и в отношении, разочароваться даже себя как человека, сами, да, что вы неправильно доделали что-то. Здесь просто для вас как предупреждение. Стараемся, да, вот как у вас начинается, дать себе возможности как идти, ни к чему не спешить. Вот дайте себе, вот может быть даже какой-то подвешить что-то, какой-то ситуации, да, для того, чтобы в конце у вас не было это разочарование, это предательство может быть со стороны других людей. Конечно, мои дорогие, это общий расклад. Для личного расклада обращаемся по номеру телефона, который указан на экране. И для того, чтобы не пропускать новые видео, подписываемся на YouTube-канале.